Я всех приветствую. Буду читать отрывок из Евангелия от Луки, 10 глава, с 1 по 3 стих. После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Я хотел бы обратить внимание на то, что словосочетание «жатвы много, а делателей мало» сопровождало высылание не только 12 апостолов, но также и 70 учеников. Тема, на которую я хотел бы сегодня поговорить, я так и назвал ее «70 учеников». Итак, хотел бы обратить внимание на особенность, которая присутствует в Евангелии от Матфея, 9 главе, и в Евангелии от Луки, 10 главе. Оба высылания партий учеников, как 12, так и 70, сопровождается одним и тем же самым принципом «жатвы много, а делателей мало». Раньше я всегда связывал этот принцип с высыланием 12 учеников, 12 апостолов, но, как оказалось, нет. То же самое высказывание, та же самая фраза, тот же самый девиз или лозунг сопровождает высылание также и 70 учеников. Кто были эти 70 учеников, мы достоверно не знаем, хотя существуют разные церковные предания, которые относят те или иные личности к разряду или к числу вот этих 70 учеников. Мы не видим, чтобы Евангелие упоминало их имена, но когда Иисус принимает их отчет о проделанной работе, немножко дальше здесь же в 10 главе, 17 стих звучит так. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спасшего с неба, как молнию. Все дают вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Итак, мы не видим, чтобы их имена были записаны на страницах Евангелий, но их имена, безусловно, записаны на небесах, и это главное. Почему имена 12 апостолов Агнца упоминаются, прописываются, а имена 70 учеников нет? Ну, во-первых, логично предположить, что такое большое количество, ну, как бы нет особого смысла, да, или особой надобности, целесообразности упоминать. 70 имен трудно воспринимается на слух, хотя в Ветхом Завете мы видим перечисление больших списков, там и по 100 человек, наверное, и больше. Вот. Важный момент здесь вот в чем. Имена 12 апостолов Агнца, которые будут на основании города Иерусалима Небесного, это как фундамент, да, это как, ну, скажем, базис, опора, на которой стоит все здание. Апостольское учение — это опора. И по мере того, как церковь возрастала, строилась, осуществлялось Божье домостроительство, появлялись стены, появлялись какие-то там, может быть, портики, балконы, окна, карнизы и так далее, и, наконец, крыша. Фундамент, конечно, очень важный, вот, но наше с вами место, скорее всего, где-то в районе крыши, потому что мы с вами уже, можно сказать, при последних днях или годах с вами проживаем свою земную жизнь, проходим свое поприще. Вот, я здесь вот что заметил, 12, число 12, везде в Писании символизирует число Божьего правления, 12 апостолов, да, 12 сыновей Израиля, потом, ну, 24 старца, 2 по 12, то есть 12 — это число Божьего правления, Божьего установления, да, фундамента, учреждения, то есть основания, которые он закладывает в своем правлении, в своем руководстве. Сегодня апостольское учение определяет нашу с вами жизнь, то есть мы верим в того Иисуса Христа, которого нам апостолы преподали, никакого другого, любой другой Иисус, какой-то там киношный, анимешный, комиксовский и так далее, не является достоверным и подлинным. Мы верим только в того Иисуса, которого нам засвидетельствовали апостолы, и учения, которого нам преподали апостолы, расшифровали, облекли в практический смысл. Только в такого Христа мы веруем. Поэтому их имена упомянуты, и число 12 означает Божье правление, учреждение, основание, закладку фундамента Божьего руководства. Число 70, я вижу в Писании, оно всегда упоминается в контексте полноты и завершения чего-либо. Именно завершение. Если число 12, оно говорит о начале чего-либо, да, Израиль начал свой народ с 12 сыновей, да, Иисус начал свою церковь с 12 апостолов, то число 70 говорит о какой-то завершенности, о какой-то полноте. Например, 77 определены для народа твоего и святого города твоего. То есть должно пройти 77, когда совершится и исполнится все. Понимаете? Другое число 70. Когда Даниил был в вавилонском плену, он исчислил или сообразил по книгам пророчества Иеремии о том, что должно пройти 70 лет вавилонского пленения. Тоже число завершенности и полноты, когда что-то завершается, исполняется, приходит к исполнению. Число 70 – это число прихода к чего-то, к исполнению, завершения чего-либо. Так вот, если здесь взять вот этих 12 апостолов и 70 учеников, кстати, они не названы апостолами, 70 учеников апостолами не названы, только 12 первых вот этих названы, а 70 не названы апостолами, то становится очевидным, что здесь мы видим прообраз того, что Господь желает как начало положить, так и все совершить и облечь свое дело в полноту, в завершенность, в какую-то законченную форму. И поэтому сегодня я хотел бы, глядя вот на этот прообраз, глядя вот на эту картину, ну, конечно же, присоединиться к этому призыву Господа, молить Его о том, чтобы Он высыл делателей на жатву свою. Почему это так важно? Потому что секрет успеха служения, я верю в это всем сердцем, секрет успеха Господнего служения заключается в том, чтобы быть посланным Господом. Можно быть не до конца совершенным, можно быть тем человеком, который не до конца что-то понимает, какими и были все эти ученики поначалу. Но главное, чтобы Господь снарядил и высыл. Вот в чем секрет. Вот почему бесы повиновались им, вот этим 70 ученикам, о имени Иисуса Христа. Не потому что они были совершенны, не потому что они были богословские во всем право, не потому что они были, значит, ангелами воплоти, и у них были такие хорошие характеры. Нет, а потому что они были посланы, они были снаряжены, они были уполномочены Господом Иисусом Христом. И поэтому сегодня в нашей современной жизни, и в нашей церкви, в нашем, скажем так, христианском окружении и христианском хождении нам так важно иметь как можно больше людей, которые на самом деле посланы. И в этом смысле, когда есть 12 апостолов и 70 учеников, я понимаю, что не все могут быть апостолами, хотя слово апостолос греческое, оно как раз-таки означает посланник. Не все могут быть апостолами, но все равно нам важно иметь сегодня людей, которые будут посланы, которые будут снаряжены Господом, которые будут им поставлены, им воздвигнуты, им утверждены. Сегодня в современной церкви нам позарез нужны такие люди. Край как нужны. Вообще проблема кадрового голода, она всегда стояла остро. Всегда вот этот лозунг звучал. Жатвы много, делатели мало. Он звучит и сейчас. Он звучит как на ниве евангелизации, как на ниве миссионерства, так и на ниве внутрицерковной работы, учительства и воспитания. Здесь он тоже, этот призов звучит. Жатвы много, а делателей мало. Это всегда было, и пока не закончится земное существование, увы, это будет. И вот то, что Иисус сопровождает высылание каждой из этих партий учеников вот этим высказыванием. Жатвы много, а делателей мало. Прообразом является также того, что это проблема, которая никогда не исчезнет. То есть сколько бы мы, значит, не существовали, сколько бы церковь не накопила истории, всегда будет кадровый голод. И, наверное, те, которые сегодня находятся в руководящих позициях, наверняка согласятся с этим. То есть епископы, пасторы, которые там совещаются где-то в верхах, они наверняка постоянно воздыхают и стянают по поводу того, что людей, кадров на те или иные должности, скажем так, или на те или иные направления, их катастрофически не хватает. Поэтому сегодня я хотел бы, глядя вот на этих 70 учеников, молить господина Жатвы, чтобы и сегодня, и в наше время Господь высылал делателей, Господь снаряжал, Господь уполномачивал и воздвигал, потому что именно это является секретом успеха служения. Нет таланты, ни какие-то умственные способности, интеллект, богословское образование. Нет, а то, что Господь высылает. Вот это и является секретом успеха в служении. Нам сегодня нужны такие люди. Очень много людей, которые сами себя посылают, но очень мало людей, которых посылает воистину Господь. Я не говорю, что те люди, которые почувствовали то, что они могут что-то делать или что у них что-то получается, что они неправы или что они плохие люди, христиане, служители. Нет. Но феноменальный успех, большой успех у тех людей, которых Господь посылает, а не люди сами себя ставят на это. Понимаете? Вот. Поэтому нам сегодня важны вот такие действия Господни, действия Иисуса Христа, все еще живого, воскрешего, и все еще Господина Жатвы и главы Церкви, в том, чтобы воздвигать вот таких служителей. Они нам нужны. И здесь я хотел бы еще вот, что подчеркнуть. Иисус, сказано в первом стихе десятой главы, послал их по два, по два, да, то есть такое парное служение, это не всегда в одиночестве, иногда это по два, перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. и вот для меня вопрос остается открытым, я до конца не понимаю, что это значит во всякий город и место, куда сам хотел идти. Это значит, он послал их вместо себя, то есть он планировал, например, посетить какое-то селение, да, и не имея туда возможности физической прийти, он вместо себя посылает двоих человек, своих вот этих, из числа 70, для того, чтобы они там провели то, что он хотел сделать, а сам туда не пойдет. Либо же подразумевается, что они придут туда, проведут какую-то предварительную работу и подготовят почву для последующего прихода Иисуса Христа. То есть и так, и так можно здесь истолковать, но в любом случае результаты служения вот этих высланных учеников сводятся к тому, чтобы присутствие Господня было в этом городе. в этом селении, в этом месте. Понимаете, в чем ценность и важность таких посланных людей? Они способствуют умножению Божьего присутствия, проявленного Божьего присутствия на том или ином месте. Понимаете? То есть, как бы мы здесь не истолковали, либо с той позиции, что эти люди вместо Христа проделывают всю работу и Христу незачем туда теперь идти. Первый вариант. Второй вариант. Они проведут какую-то предварительную работу с тем, чтобы Христос туда пришел. В любом случае, результаты их служения это умножение Божьего влияния и присутствия. И поэтому такие люди, конечно же, очень и очень важны. Вот. Поэтому сегодня я призываю нас с вами молиться всем сердцем о том, чтобы Господь продолжал высылать делателей на свою жатву. потому что если мы не будем смиряться и смиренно признавать того, что мы нуждаемся в таком высылании, то мы сильно огорчим Господа и лишим Его возможности проявлять свое присутствие на том или ином месте. Я не знаю, как вы, но я искренне желаю умножения проявленного Божьего присутствия. Оно трансцендентно, то есть абстрактно присутствие это имеется уже среди нас, да, потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Это абстрактно и трансцендентно, то есть оно уже обещано нам и мы в него веруем, но есть такое понятие, как проявленное Божье присутствие. Так вот, я искренне желаю, чтобы это проявленное Божье присутствие умножалось на всяком месте, где я нахожусь. Жил ли я в Сибири, я об этом ревновал, живу ли я здесь сейчас на Сахалине, я об этом тоже ревную, как в Писании этот принцип реализуется и как он важен для дела Божьего. Поэтому сегодня я хотел бы продолжать ревновать вместе с вами и призвать вас присоединиться, иметь эту солидарность в духе, в молитве о том, чтобы Господь умножал свое проявленное присутствие. А это приходит посредством свободного, высвобожденного действия посланных им людей. Вот как это происходит. И просто вот мы сидим все, да, толпой и бах, прилетело Божье присутствие. Хотя это тоже может быть, но это такие исключительные, ну, скажем, моменты, которые были в день Пятидесятницы, еще в каких-то, может быть, исторических фрагментах это происходило. Вот. Но в любом случае, даже если это происходило, потом все равно начиналось действие вот этих высланных Богом людей. Поэтому сегодня рассматривая этот принцип семидесяти учеников, будем молиться о том, чтобы в последнее это время Господь завершил, закончил, исполнил, да, вот это посланничество, исполнил это служение и дал нам возможность быть участниками и свидетелями его завершающейся в наше время работы. Да благословит нас Господь, до новых встреч, до новых видео. С Господом.